Всех приветствую! Появилась у меня в арсенале вот такая вот маленькая жирная отверточка от фирмы Стэнли. Это отвертка со сменными битами. Иногда бывают такие ситуации, что я прямо такой думаю, блин, сейчас у меня короткую отверточку с битой, допустим, PH2 или PH1. И у меня её нет. Ну вот, появилась. Так вот она выполнена. Здесь магнитик и вот эта прорезиненная часть, это жёсткий пластик. Откручиваем и берём биту. Там вот, если приглядеться, есть отблеск металла. То есть здесь вот эта часть, ну она не так отлита, что прям намертво, но всё же, мне кажется, с достаточной прочностью это всё отлито. Написано производитель Стэнли, USA, Люксембург, поставщик Москва. С этой стороны написано, сделано в Тайване. Дальше, ниже, изготовитель двоеточия Black & Decker Holdings, Германия. Улица Black & Decker, импортер Москва. Сейчас глянем, что тут да как. Ненавижу такие идиотские упаковки. Значит, вот она чудо-отвёртка и битки в комплекте. В принципе, всё выточено аккуратно. На битках имеются надписи Стэнли. Посмотрим, как она себя покажет в работе, пока вот новенькая выглядит вот так. Понял, что-то не хватает. Гнёзд-то 6, а бит было 5. То есть одна была установлена, ну я показывал упаковку, одна была установлена в саму отвёртку, и 4 находились в пластике в блистере. Получается, они как бы не хватает 6-мм плоской. Вот тут она изображена, то, что она должна находиться в комплекте. Вот написаны 6 штук. То есть это брак от Стэнли. Накосячили они, ну вы видели упаковку. Там не было 6-й биты. Что-то я полазал по магазинам, оказалось на плоские биты то ли дефицит, то ли ещё что-то. В общем, купил плоскую биту JV за 60 рублей, и сюда её устанавливаю. Отвёрточка эта небольшая. В какой-то такой ситуации, что я её откручиваю, а у меня вот эта штука ещё откручивается, у меня не было. Как-то её держишь вот здесь вот, и нет такой ситуации, что она прокручивается в руке, и вот откидывается вот это всё дело. Тут сидят они очень плотно. Мне нравится, как это выполнено. Может быть с годами это всё разболтается. Сейчас эта отвёртка у меня несколько месяцев, но я так ей интенсивно и не начал пользоваться. Я чаще попадаю в ситуации, когда я такой, о, вот бы мне эту отвёртку, чем в ситуации, когда беру эту отвёртку и что-то откручиваю. Потому что она то в ящике стола, то непонятно где. Вот здесь такая ситуация, что нужно вот сюда вот закрутить саморезик, а у меня из короткого, что сюда пойдёт, только вот такая Г-образная. Бочкой было бы намного удобнее. Вот как пример нечто похожее, только здесь, соответственно, с этой стороны у нас плоский, и с этой стороны Филипс. Вот так вот работает. Тоже вполне неплохо. Я думаю, в Хозмаге такая стоит, не знаю, 100 рублей, если недорогая. Это, конечно, стоит подороже. Может быть, можно купить, не знаю, на Алиэкспресс китайский аналог дешёвый, или в любом Хозмаге более дешёвый аналог. Мне как-то больше доверяют фирме, поэтому решил чуть-чуть приплатить. Мне кажется, это не настолько дорогая вещь, сколько именно она стоила. Я сейчас выведу на экран, если ещё не показывал. Ну, а вот аналог. Какие минусы этого аналога? Нельзя приобрести любые биты. Если здесь что-то слижется или искоцается, то заменить это тоже нельзя. И всего лишь два варианта. И тут ещё отмечу, что удобные рёбра, благодаря которым может дать очень серьёзные усилия. Здесь она хоть и большого очень диаметра и может дать усилия, но она всё-таки не имеет каких-то выступающих элементов. Хотя есть какое-то подобие. Но всё равно она как бы катается. Вот. Встаёт на это рёбрышко, но всё-таки как бы... Вот такую вот микроотвёртку использовали для того, чтобы собрать с помощью нескольких саморезов такая вот отвёрточка. Висло из подручных материалов. То есть вот была вырезана палка. Поэтому такие вот микроотвёртки можно использовать и в походных условиях. И вот Андрей, который очень любит максимально лёгкое снаряжение, берёт с собой такую отвёрточку, несмотря на её вес, потому что ей крутить реально удобнее. Это за парой. Нормально закрутить саморез, чтобы не париться. Лучше взять чуть потяжелее отвёртку, но удобнее. Вот такая вот система. Тут, наверное, под плоский шлиц. Плюс она в хозяйстве может пригодиться. Подтянуть там, допустим, снегоступы. Что ещё? Где ещё используются саморезы? Ну, снегоступы. Ну, зимой. Но со снегоступами зимой я бы, наверное, брал лучше мультитул. Лазерно. Итак, размеры отвёрточки. Если смотреть только по рукояти, это 63. А в диаметре, в самом толстом месте, ну, 4 сантиметра. Если вот здесь вот, по своему диаметру, 28. Общая длина отвёртки, это 84. Для примера хочу ещё показать отвёртку, которая является аналогом, заменителем, так сказать, плюс в ней больше бит. То есть, можно устанавливать как одной стороной, так и другой стороной. И она, опять же, может залезать в какие-то вот такие вот места, только не так удобно давить. Куда-то внутрь полки так залез. И вот этим Г-образным... К тому же, им можно дать такое серьёзное давление, если не внутри полки. Я иногда даже им закручиваю, когда нужно дать такое мощное давление. То есть, я вот так вот его ставлю, нажимаю этой рукой и даю серьёзное давление, закручиваю, когда нету трещотки под рукой. Или какого-то другого воротка. В общем, удобная штука. Как заменители этой отвёртки, вполне неплохо подходит. Крутить, конечно, ей такой тоненький, в некоторых случаях, не так удобно. Но аналогом, заменителем это признать можно. И вот эта штука мне нравится. У меня она хранится в ящике. Тоже компактный набор с кучей бит. Так, 81,5. А, допустим, вот если мы это взвесим, здесь, конечно, побольше. 113. Но зато здесь набор в два раза круче. Так что хорошо иметь и то, и другое. Хорошая, годная вещь. У меня вот такая вот машина ездит. С набором бит, ещё и с дополнительным набором, расширенным. Допустим, если необходимо, можно вот такой вот комплект добросить к ней. И всё будет окей. Одно из предназначений этой отвертки откручивает трудноподдающиеся винты на, допустим, складных ножах. Это мы ставим вот такую фигню в качестве переходника. Такую вот биту. Сюда, наверное, нужно вклеить магнитик. Это бита обычная на 4 мм. Я не нашёл какого-то переходника. Если вы знаете, где купить хороший переходник с вот такой обычной отвертки на мелкие вот такие вот. Пишите, я куплю. Потому что это я просто, как заменитель, приходится пальцем вот это вот дело придерживать и как бы откручивать. Очень удобно подавать усилия. Почему? Потому что вот в этих дурацких наборах обычно очень мелкие отверточки. Есть у меня, как пример, набор от Xiaomi. Вот им неудобно давать усилия. Тут слишком... Им удобно пользоваться, но усилия давать невозможно. Вот этим можно дать хорошее усилие. И хорошо так крутнуть винт, не сорвать его. Чётко давить, чётко крутить. Поэтому вот одно из предназначений это вот такое у меня в столе. Поэтому она тут и валяется. Единственное, что, может быть, со временем что-то испортится в удерживании этих биток. Они будут просто там набросаны. И сомнение может вызвать крепёж. Видите, он даже, ну, как сказать, просвечивает, что ли. То есть, как это всё закреплено. Как вот это закреплено внутри отвертки. Можно было делать и получше. Всё, о чём я хотел поделиться. Ссылочки и дополнительные информации в описании. Всё, всем пока. Увидимся. Такая вот отверточка. Всем спасибо.